Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и о главных событиях к этому часу. Сегодня в стране историческое событие. Все внимание было приковано к Москве. Здесь президент Владимир Путин и главы Донецкой, Луганской и Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, подписали договоры о вхождении в состав России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Здесь во главе с президентом собралось все руководство страны, главы регионов, в том числе и президента Татарстана Рустам Мениханов. В своем выступлении Владимир Путин отметил, у народа России есть освободительная миссия, реализация которой происходит в рамках боевых действий на Украине. Президент предложил постить минуты молчания героев русской весны, и всех наших солдат и офицеров, павших смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Владимир Путин подчеркнул, жители ДНР и ЛНР в Запорожской и Херсонской областей сделали свой однозначный выбор. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях прошли с 23 по 27 сентября. С инициативой голосования выступило руководство этих регионов. 21 сентября президент Владимир Путин сообщил, что поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Итак, в ДНР за вхождение проголосовали более 99% участников референдума, в Луганской свыше 98%, в Запорожской области 93 с лишним процента, в Херсонской 87% отдали свои голоса в пользу мирной жизни в составе нашей страны. Общая явка 92%. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности это человеколюбие, милосердие и сострадание. Сегодня этот выбор делаем мы. Сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик. Жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной. Жить ее судьбой. Побеждать вместе с ней. За нами правда. За нами Россия. Сегодня Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальда подписали договоры о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации. Теперь документы предстоит ратифицировать Государственной Думе и Совету Федерации. Россия, 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 Россия поддержку итогов референдумов. Он прошел в парке Победы. С триколором в руках и с патриотическими песнями они поддержали выбор Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в пользу мирной жизни в составе нашей страны. Какие слова поддержки говорили татарстанцы, расскажет Рамиль Шайдуля. Сегодня мы собрались, чтобы выразить поддержку итогам референдумов. Тысячи людей скандирует слово «Россия», сотни триколоров развиваются в руках. Общественники, волонтеры, ветераны, представители партии, неравнодушные татарстанцы собрались в парке Победы, выразить поддержку итогам референдумов. Мы верим в лучшее будущее и пришли поддержать. Наш президент, наша опора, как говорится, он делает все правильно. Поддерживаю, потому что это справедливо, во-первых. Во-вторых, люди приняли это решение. Это было правильное решение быть с Россией, потому что Россия сильная, великая держава. Со сцены звучат патриотические песни. Им подпевают те, кто смело называет себя настоящим патриотом. Во-первых, я родился в Донбассе. Хамид Абдулазянов потомственный военный. Служил на флоте почти 30 лет. 11 из них на атомной подводной лодке «Казань». Говорит, после распада Советского Союза со слезами смотрел на то, как менялась его родина. И всегда хотел ее возвращения. Победа будет за нами. Дело наше правое, и мы победим. Свой исторический выбор жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали. Все эти дни избирательные участки работали и в Татарстане. Здесь могли проголосовать те, кто вынужденно покинул родные края и сейчас временно проживает в нашей республике. Понимаете, это не только исторический, это эпохальное событие мирового масштаба. Это событие еще найдет отражение в истории. Восемь долгих лет мы ждали этого дня. Я очень рада, что наконец-то мы воссоединимся, как большая дружная семья. Добро пожаловать домой. Когда стреляют по школам, по детям, по женщинам беззащитным, и все равно люди шли голосовать и использовали, некоторые прямо говорили, это наш последний шанс. Это невозможно такое волеизъявление граждан игнорировать. Присоединение к России – это действительно воля народов этих республик и этих областей. Символично, что сегодня митинг прошел в Парке Победы. Поздравить с Победой уже своих сограждан пришли 5000 человек. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Прокуратура Татарстана открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Она будет работать круглосуточно. Свои вопросы жителям могут задать по телефону, указанному на экране. С 9 утра до 6 вечера в будни по номеру 8-843-291-1925. С 6 вечера до 9 утра и в нерабочие дни ответит дежурный прокурор. По всем поступившим обращениям надзорный орган проведет проверки. Непарламентский прием. Депутаты Татарстана заподозрили в нападении с ножом. Кто обратился за помощью к силовикам, читайте в интернет-газете «Реальное время». Президент Татарстана в рамках рабочей поездки в Москву сегодня встретился с заместителем председателя правительства России, куратором ПФО Дмитрием Чернышенко. Обсуждали прорывные проекты региона. Их отобрали в рамках института кураторства, который ввел премьер Михаил Мишустин. Их реализация привлечет в регион более 200 миллиардов рублей инвестиций и создать больше 40 тысяч рабочих мест. Проекты нацелены на выполнение поручений Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности. Число заболевших коронавирусом в Татарстане по сравнению с прошлой неделей сократилось на 19%. Об этом сегодня сообщили в Управлении Роспотребнадзора. За минувшие сутки зафиксировано 535 заболевших, 95% ковидных случаев – это штамм омикрон. Также, по данным эпидемиологов, незначительно сократилось число ОРВИ. А случаев гриппа в этом сезоне пока не зафиксировано. Очередной рост или, как говорят, волна заболеваний всех видов по прогнозам может начаться в следующем месяце. Татарстанцам советуют сделать прививки, в том числе и от пневмокока, и соблюдать меры профилактики. Как отмечают в Минздраве, ревакцинацию на сегодня просрочили почти полтора миллиона татарстанцев. Через полгода снова привились только четвертая часть вакцинированных. Особенно беспокоит категория 60+. Именно пожилые без прививки чаще всего тяжело болеют. Также, как сообщил Владимир Жаворонков, пункты вакцинации у станции метро будут работать только до конца этой недели. В связи с непогодой и снижением количества обращающихся, их решено свернуть. Все остальные пункты продолжают работу. Вакцина в Татарстане есть. Если интраназально она больше снижает вероятность заболеть, формируя барьер на поверхности слизистой, то внутримышечное введение позволяет, о чем я говорил, снизить вероятность появления тяжелых стадий заболевания. Купили машину, оказались на штрафстоянке. В одном из автосалонов в Казани продали автомобиль, который по закону не имеет права ездить по дорогам. Это так называемый конструктор, он сварен из двух разных авто. Покупательницу никто об этом не уведомил. В итоге женщина успела доехать только до ГИБДД. Здесь транспорт и задержали. А в автосалоне, по словам пострадавшей от автомобиля, тут же открестились, заявив, что это не они продали машину, а некие арендаторы их помещения. Почему так вышло и что советуют юристы, чтобы не оказаться в такой ситуации, разбирался Рамиль Шайдулин. Вот видите, машина есть, а ездить не могу. В своей долгожданной первой машине Розалия Хабибулина может только сидеть и только на штрафстоянке. Ездить на ней нельзя, забирать пока тоже. Машина оказалась так называемым конструктором, который в одном из автосалонов в Казани ей продали под видом нормальной. Взял у меня деньги, положил их в сейф. И мы как бы распрощались и уехали. Вот сегодня приехали сюда ставить машину на учет. Нас послали на повторную экспертизу. Выяснилось, что это как бы распил состоит машина из двух частей. Ездить на такой не просто противозаконно, а смертельно опасно, говорят в Федерации автовладельцев России. При столкновении такой конструктор разламывается по месту сварки, угрожая жизни всех участников дорожного движения. Основание для составления машины для штрафстоянки, если возбуждено уголовное дело. Потому что это как вещдок идет. Как я мошенничество занимаю, да? Ну да, в данном случае мошенничество, да. Продажей, по словам покупательницы, занимался мужчина, который представился сотрудником автосалона. Именно поэтому ему сразу доверились. Попросил за поддержанную иномарку 540 тысяч рублей. Представил ее как не битую, не крашеную. И только когда вскрылась правда, признался, что автомобиль после аварии, рассказывает Розалия. У нее просто из ДТП, как мне сказали, сейчас в честь жопа мельная. Это не моя машина, да. Ну, покупали мы у вас факт передачи денег в твои руки, понимаешь? Да, да, я же не адекватно. Для того, что мне деньги передавали, все, я ничего не говорю. Когда выяснилось, что машина сварена из двух, уже в автосалоне заявили, что продавец с ним отношения не имеет. Якобы он, как и много других, арендует площадь. Хотя, как можно видеть, на каждой машине здесь табличка с названием именно этой компании по продаже поддержанных авто. Нигде не указано, что, например, эту машину продает один человек, не представляющий эту компанию, а эту другой тоже, не имеющий никакого отношения к бренду. Законно ли предоставлять услуги под видом другой компании и что делать обманутой покупательнице? С этими вопросами мы обратились к юристам. Они советуют обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и федеральную антимонопольную службу. Для того, чтобы организацию автосалон проверили, насколько законна установка брендов автосалона на автомобиле. Также потребитель вправе обратиться в суд за расторжением договора и возврата ему оплаченной суммы, поскольку его не известили о существенных условиях этого договора и характеристиках автомобиля. Пока покупательница намерена обращаться в полицию. Чтобы не оказаться в такой ситуации и другим будущим автовладельцам, юристы советуют проверять автомобиль на скрытые недостатки еще до заключения договора. Это можно сделать в любом автосалоне и привлечь для этого своего специалиста. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сетевая компания завершает подготовку к зиме. Все объекты прошли проверку и готовы к бесперебойной подаче электричества. Проверка готовности филиалов к отопительному периоду – это ежегодная работа, начинающаяся еще задолго до начала холодов. Комиссия сетевой компании проверяет готовность одного из девяти своих филиалов – нижнекамских электрических сетей к осенне-зимнему периоду. В составе комиссии специалисты сетевой компании, представитель Минпрома Татарстана и МЧС. Они проверяют состояние электрооборудования, электрических сетей и подготовку персонала к работе в новом отопительном сезоне. Комиссия отрабатывает по каждому филиалу. По итогам его делается заключение о готовности оборудования к зиме. Делаются планы на следующий год. Намечаются те мелкие ремонты, которые возможно в этом году закончить, чтобы успешно пройти зимний период. Все работы идут в штатном режиме, начиная с весны. За это время сетевая компания провела более полутора тысяч мероприятий. Это замена оборудования на подстанциях, ремонт зданий и сооружений, реконструкция воздушных линий передач и КТП. В том числе провели капитальный ремонт 47 силовых трансформаторов, подготовили персонал к нештатным ситуациям, очистили свыше 500 гектаров просек воздушных линий электропередач. В Нижнекамских электрических сетях проверка пройдена успешно. Критических замечаний по подготовке филиала к отопительному сезону оборудование с пониженным уровнем надежности не выявлено. Таких больших замечаний, которые к прохождению зимы относятся, конечно же, их уже нет. Мы идем уже по небольшим недочетам. Это где-то укрепить здание, где-то провести небольшой ремонт по, например, кровле. То есть это небольшие ремонты, которые уже фактически большое влияние не будут оказывать. Сетевая компания входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Она обслуживает 383 подстанции, более 60 тысяч километров воздушных линий и свыше 10 тысяч кабельных линий различной мощности. Работы по обслуживанию электросетевого оборудования проводятся круглосуточно – 365 дней в году. Основной работой энергетик в такое жаркое время – это лето. Летом мы ведем подготовку к осенне-зимнему периоду. Это ремонт распределительных сетей, трансформаторных подстанций, воздушных линий. Все работы, которые были запланированы на этот год, они выполнены. Подготовка к зиме электросетевого комплекса успешно завершена. И жители Татарстана могут не беспокоиться. Сетевая компания к прохождению сезона низких температур готова. Новые дома, школы и ФАПы на селе за счет федерального бюджета – все это появилось в Татарстане по госпрограмме комплексного развития территорий. Сегодня в Казани обменяться опытом ее реализации собрались представители регионов ПФО. Татарстан стал лидером по объему полученных средств. За три года направлено почти 10 миллиардов рублей. На что их потратили в республике, а на что соседи, расскажет Лина Зинатулина. В республике 23% или практически 900 тысяч человек проживает на сельских территориях. Удержать людей на селе и создать для них достойные условия – главная цель государственной программы комплексного развития сельских территорий. ПФО – лидер по объему привлеченных федеральных средств. Округ получил четверть финансирования программы. В Татарстан с 2019 года направили 9,6 миллиарда рублей. В рамках этой программы за последние три года сделано очень много. Строится жилье, строятся дороги. Для примера, в текущем году введена в эксплуатацию новая школа на 500 мест в Сабинском муниципальном районе, в Кукморском на 15 мест, строится в Мамадышском районе. За три года в республике по госпрограмме построили 70 тысяч квадратных метров жилья, 57 километров сельских дорог, 50 километров сетей водоснабжения. Благоустроено почти тысяча объектов. Татарстан занимает среди регионов ПФО третью позицию. И, конечно же, мы здесь видим еще более серьезные перспективы. В общем-то, на самом деле, регион подготавливает очень много заявок. И они очень качественные. Это стоит отметить. Кроме того, стоит отметить, что еще и в Татарстане очень качественно строятся объекты. На совещании представителей 14 субъектов ПФО, как делятся гости, программа действительно открыла новые возможности для развития села. В Саратовской области ученикам одной из сельских школ приходилось учиться в две смены. Программа помогла увеличить не только учебные площади, но и количество учеников. Нам удалось в 2021 году построить пристройку к школе, состоящую из четырех кабинетов с лабораториями и современного спортивного зала. Благодаря чему в настоящее время дети учатся в одну смену. И родители, которые ранее возили детей в ближайший город, выбрали именно эту школу. Благодаря ее современному оснащению и оставили детей на своей территории. У нас вообще республика считается сельская. Более 40% населения это сельские жители. Мы стараемся, чтобы люди знали, в каких направлениях можно участвовать. Готовим проектную документацию, потому что первые годы реализации программы у нас была проблема из-за того, что не было готовых проектных документаций, не было положительных заключений. Но сейчас мы стараемся решать эту проблему тоже. Своими решениями в эти два дня регионы будут делиться друг с другом. Как отмечают федеральные специалисты, у Татарстана хороший опыт качественной реализации проектов в благоустройстве, строительстве соцобъектов и инженерных коммуникаций и содействии занятости жителей села. Лина Зинатольевна, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане начался турнир Кубка президента Федерации волейбола Татарстана. В республике он проводится в девятый раз. В этом году соревнования проходят в Кукмаре. За призовые места борются восемь команд из промышленных предприятий, сельских муниципальных районов республики. В торжественной церемонии открытия принял участие председатель Государственного совета, президент Федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаммедшин. Он поприветствовал участников, руководства района, организаторов и болельщиков, отметил популярность этого вида спорта и подчеркнул, что в республике созданы все условия для занятия волейболом. Фарид Мухаммедшин от имени Федерации волейбола Татарстана вручил волейбольному активу Кукмарского района спортивный инвентарь и благодарственные письма. Это такой благородный вид спорта, коллективный вид спорта, интеллигентный вид спорта. Развивая волейбол и школьную волейбольную лигу, и соревнования между промышленными предприятиями и сельскими районами нашей республики, мы укрепляем здоровье нации, жителей нашей республики, разных поколений и, конечно, воспитываем их. Сегодня на ТНВ прошла встреча творческого коллектива телерадиокомпании с председателем комиссии при президенте Татарстана. Марату Ахметову рассказали о готовности нового сериала «Алмаш». Напомним, снимали его по заказу ТНВ при финансовой поддержке Татнефти и комиссии при президенте. 20 серий «Алмаша» зрители увидят в декабре. Также Марату Ахметову презентовали сценарий нового сериала «Ажамнен Ажаль» — «Смерть из Азимова». Мистический сюжет развернется после событий, описанных в пьесе «Старик из деревни Альдермыш». Марату Ахметову презентовали и новые программы, музыкальные клипы и конкурсы. У телеканала «Шайан ТВ» уже есть успешные совместные проекты с комиссией. Это «Сяйлян» и «Балащак Жере». В этом году работают над проектом «Татар Сюзе». Конкурс ораторского мастерства продлится еще два месяца. Организаторы уже получили 150 заявок. Еще один проект — общественная программа о лучших семьях Татарстана. Ее главная цель — показать, как традиции, язык, культура народа передается и бережно хранится из поколения в поколение. «ТНВ» — наш главный коренной партнер, потому что миллионная аудитория. Сегодня мы обсудили итоги телевизионного сериала «Алмаш». К концу года материалы будут готовы для представления на экране. Мне понравился, особенно поскольку тематика сельская там, с расчетом, что село имеет будущую перспективу. Плюс к тому нам предложили очень интересную тему. Это больная тема в частности проблемах сохранения татарского языка — это семья, роль матери, роль семьи в сохранении и духовной потребности к родному языку. 40 заявок, более 20 финалистов и только один победитель. Телекомпания «Новый век» провела кастинг ведущего утренней программы «Манзара». Попробовать себя в роли телеведущего пришли представители разных профессий — артисты, бухгалтеры, переводчики. Главная задача участников — удивить жюри. Делали это по-разному. Читали стихотворения классиков и даже пели песни. О том, кто же станет новой телезвездой, расскажет Алена Сруминская. С днём рождения вас! Свой день рождения Рамиль Хайрудинов проводит не в кругу семьи, а перед объективами камер. Раньше он вел различные мероприятия республиканского масштаба, но всегда хотел попасть в телевизор. ТНВ заполнил анкету на сайте ТНВ. Сегодня проходит кастинг на роль ведущего утренней программы. ТНВ потому что объединяет всех татар по всему миру. И, конечно же, это большая честь работать на этом канале. Поэтому, когда я узнал про этот кастинг, с огромным желанием сюда пришёл. И надеюсь, что я именно подхожу под их рамки, то есть под их требования. И, дай бог, Алла Берса буду работать на этом замечательном телеканале. На сайт телеканалу поступило около 40 заявок, но только 24 участника прошли во второй тур. В телевизионной студии и ждало простое задание – рассказать о себе и запомниться жюри. Попробовать свои силы приехали участники из разных районов Татарстана и не только. Среди конкурсантов – жители соседней республики. Готовилась, усердно готовилась. Также перед зеркалом репетировала, повышала своё ораторское мастерство. Читаю книги на татарском языке и в зеркало говорю так же. Ораторское искусство своё пытаюсь развивать. Чтобы стать телеведущим, недостаточно просто хорошо выглядеть в кадре. В финал отбирали по нескольким критериям. Знание литературного татарского языка, наличие высшего образования, интеллектуальная подготовка и опыт. Лишь двое участников станут новыми ведущими программы «Манзара». Остальным расстраиваться не стоит. Их кандидатуры будут рассматривать для других программ. В процессе работы сразу выясняется, вырисовываются контуры этого человека, его имиджа, на что он способен. И сразу заметно, что когда человек хорошо владеет родным литературным языком, это уже заметно, как он выходит. У них есть определенная база знаний, язык. То есть вполне достаточно владеют татарским языком. Но, тем не менее, победителям всегда их много не бывает. В ближайшее время жюри кастинга объявит его результаты. А это значит, что зрители увидят новое лицо на главном национальном телеканале республики. Алена Струминская, Игорь Романов, ТНБ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе РУТЮБ. Далее рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте. С вами Тимур Бекмурзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. На наших глазах творится история. Сегодня так со всей уверенностью может сказать любой житель России. А так как страна наша настолько большая и стратегически важная, ясно, что процессы, которые затрагивают нас с вами, в огромной степени касаются и всего мира. По сути, сейчас закладываются основы будущего мирового порядка и места в нем нашей страны. Мы за равноправное, справедливое мироустройство. Без навязывания однобоких правил, которые выгодны Западу, но не выгодны всем остальным государствам. Справедливость – это, увы, с кулаками. К сожалению, по-другому с нынешним западным миром не договориться. Долгое время отличительной особенностью российской дипломатии было нежелание сжигать мосты, а напротив стремление договариваться, искать компромиссы, как часто говорили во взаимных интересах друг друга. Такой подход имел и имеет право на существование, в том случае, если оппонент, в принципе, является договороспособным. К сожалению, ни про нынешних западных политиков, ни тем более про киевский режим этого не скажешь. Вывод тут очевиден, и российское руководство, похоже, сделало его еще в конце февраля этого года. Пришло время для жестких, непростых и в чем-то необратимых решений. Во всех смыслах историческое событие произошло сегодня, и оно как раз-таки из разряда тех, что не предполагают двусмысленности и политических маневров. Сегодня в Российской Федерации прибавление, да какое? Сразу на четыре новых региона. Официально в состав нашей страны, после подписания соответствующих договоров, приняты Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области. Этому событию предшествовали референдумы на этих территориях, которые прошли с 23 по 27 сентября, и они показали главное. В состав России вошел не просто потенциально мощный индустриальный Донбасс, Запорожье, богатый черноземом Херсон. Главный актив здесь – люди. Трудолюбивые, неравнодушные, лояльные России. И теперь это наши люди, которых мы будем защищать, помогать им отстраивать экономику, разрушенные варварским киевским режимом дома и инфраструктуру. Для этого, конечно, понадобятся дополнительные силы и ресурсы. И этим займутся в том числе добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации резервисты. Естественно, после прохождения боевого слаживания. Что касается частичной мобилизации, то она идет своим чередом и отлаживается, пусть иногда и методом пробы ошибок. Их, увы, не избежать. Все идеально быть не может. Президент России Владимир Путин на этой неделе призвал исправить все ошибки при частичной мобилизации и не допускать их впредь. «Нам нужны в зоне СВО прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», заявил верховный главнокомандующий. «Неправильно, когда, как отметил Путин, некоторых добровольцев, которые приходят в военкоматы без повесток, разворачивают обратно, а при этом призывают на службу тех, кого нельзя». А добровольцы есть, и это люди, которые подают пример. Еще одна новость пришла из соседнего Башкортостана. Первый вице-премьер правительства этой республики Азад Бадранов принял решение участвовать в специальной военной операции в качестве добровольца. Мужественное решение своего коллеги поддержала и глава региона Радий Хабиров. Вот это настоящий поступок настоящего патриота России. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Октябрь встретит нас с теплой, но пасмурной погодой. Подробности после небольшой информации. Данил Мастер дарит скидку в 5% на заказ любой корпусной мебели до конца сетября. А если позвоните сейчас, то получите дизайн-макет мебели и выезд на замер бесплатно. Не ждите, звоните 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода», предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах, Азнакаево по-прежнему облачно. Во второй половине дня местами дожди днем потеплее до 12 градусов выше нуля. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге пасмурно. Не исключены дожди, и здесь станет теплее. В ночные часы ожидается до 7 тепла, днем около 13 градусов выше нуля. В Агрейзе, Менделеевске, Актаныши преимущественно без осадков. Ночные температуры в районе 9 тепла, а днем около 11 градусов выше нуля. В Варске, Купури, Балтаси сохраняется облачная погода. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура днем до 13 градусов со знаком «плюс». Небольшие дожди пройдут в Болгаре, Држаном, Буинске. Ожидается ночью 9, днем около 16 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши облачная погода временами с дождем. И здесь температура немного повысится. Днем до 14 тепла. В воскресенье столбики термометров поднимутся еще выше, но не исключены осадки. В Казани облачно, ближе к вечеру местами пройдут дожди. Ночью потеплеет до 10 градусов, днем воздух прогреется до 14 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы 761 мм ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли слабо возмущенное. Берегите себя. До свидания.